Доброе утро! Я вас приветствую! Я думаю, что нам надо начинать и по мере того, как люди будут подходить, они будут к нам присоединяться. Я думаю, что можно потратить на несколько минут для того, чтобы рассказать вам, что мы будем делать сегодня. Вчера мы изучали пациентов с пограничными расстройствами личности, а сегодня мы будем делать несколько вещей. Утром мы будем говорить о применении КПТ-протоколов для суицидальных пациентов. Во многих смысле, в большом смысле, такие пациенты, когда мы с ними работаем, мы думаем о том, что нужно помочь им с диагнозом, помочь непосредственно, как сейчас говорят в части депрессии или каких-то других состояний. И мы будем говорить сегодня только о применении сначала КПТ для таких пациентов с попытками самоубийства. Мы можем КПТ вообще применять к ряду расстройств, но сегодня будем говорить о суицидальных пациентах. Мы будем говорить о аспектах оценки риска, а также будем говорить о разработке планов по превентированию самоубийств. У нас также будут ролевые игры. Сегодня у вас будет шанс попробовать подходы, о которых я буду рассказывать. Днем у нас будет три части работы. В первой части днем мы будем говорить о продолжении поддержки и усилении наших навыков в качестве терапевтов. Когда мы обучаемся, мы приобретаем некую компетентность в определенной области психотерапии, но это еще недостаточно. Хочется быть экспертом, специалистом. И мы поговорим о техниках, которые вы можете использовать каждый день вашей работой для того, чтобы действительно стать мастером, специалистом, экспертом в своей работе. Затем мы будем проводить этот анализ цепи. Мы будем практиковаться в этой части движения по цепочке. Мы пройдем по процедуре, которую можно использовать как в ДБТ, о которой мы говорили вчера, так и для суицидальных пациентов, то есть и в КПТ, и в диалектической поведенческой терапии. Будем говорить о том, что делать, когда есть улучшение у пациентов. Кажется, иногда, когда быстро показывает улучшение пациент, что терапия прекрасно идет, кажется, что все не так трудно. Это бывает часто, когда, несмотря на наши усилия, не манифестирует пациент улучшение так быстро. Как оценивать вот это движение пациента? Как оценивать, что надо сделать, что поменять, когда что-то не идет? Когда все идет хорошо, для нас это прекрасное время. Но мы знаем, что зачастую нельзя добиться достаточно быстрого улучшения, и мы попадаем в некий тупик, а мы хотим помочь нашим пациентам. Вот наша программа. На утро мы будем оценивать суицидальные факторы, вернее, говорить об оценке. Мы говорим о том, что надо делать непосредственно с пациентом, с пациентом, что идет не так или может пойти не так, если мы некоторые ключи, так сказать, пропускаем. Мы будем говорить, как КПТ применять таких пациентов, как разрабатывать план и каковы стратегии поведенческие, когнитивные, которые применимы к таким пациентам. В США, собственно говоря, суицид убивает столь... Тот факт, что действительно этот факт истинный, действительно ли с ними происходят те ужасные вещи, о которых они говорят. И опять-таки объяснить, даже если это происходит, что для того, чтобы преодолеть это и отомстить за это, надо изменить свою жизнь и сделать ее лучше. Потому что самая лучшая месть, это как раз достойная хорошая жизнь. Часть нас, терапевтов, должна выражать эмпатию людям, живущим в этих ужасных обстоятельствах, но, с другой стороны, вести их к изменениям, которые выведут из этой ситуации. И затем мы, конечно же, должны валидировать печаль и злость, гнев, который собрежен с этой ситуацией. Седьмая проблема – это дефицит навыков. Мы много говорим с вами о навыках в рамках нашего семинара. Те навыки, на самом деле, которые нужны. И зачастую они как раз у них отсутствуют. У них отсутствуют навыки коммуникации, коммуникативные навыки. Они не могут генерировать рациональные ответы очень часто. У них могут быть навыки родительские, которые отсутствуют. Концептуализация нужна для того, чтобы понять, какой непосредственно навык отсутствует, где они научились этим навыкам, или почему этот навык отсутствует. Например, если люди решали проблемы в вашей семье при помощи того, что запускали друг друга в разными предметами, то, безусловно, у вас не было возможности научиться решать проблемы как-то в межличных отношениях как-то по-другому. Поэтому вам придется научить их этим навыкам, которые у них отсутствуют, или помочь как-то эти навыки приобрести. Следующая проблема – это недостаточная мотивация к изменениям. И это может произрастать из разных на самом деле мест. Если я застряла, я задаю себе следующие вопросы. Что подпитывает убеждения этого пациента, его поведенческие паттерны? Есть какие-то причины, которые подпитывают эти симптомы? Есть ли какие-то системные моменты, семейные моменты, которые подлежат всему этому? Например, если у них аддикция, у них может быть фактически полностью потерянная коммуникативная система, или они могут на самом деле общаться только с такими же людьми, страдающими зависимостью. В результате они все на самом деле полностью вовлечены только в это поведение и видят только его вокруг себя. Им нужно полностью поменять круг общения, полностью всю систему. Это очень и очень сложно. Соответственно, сделать человека более мотивированным, прежде всего, это демонстрация ему преимуществ подобных изменений. Через момент мы с вами посмотрим на устойчивость у людей с пограничными расстройствами, но до этого ролевая игра. Давайте посмотрим. Это пациенты с депрессией. Ни разу не сделал домашнее задание пациента. А пациентка, извините, здесь она нам говорит, вы знаете, мне просто не нравится, когда мне указывают, что делать. И вы должны использовать какие-то стратегии, вот вы как терапевт, для того, чтобы справиться с этой ситуацией, для того, чтобы справиться вот с этим реактивным сопротивлением и помочь пациенту согласиться участвовать в терапевтических заданиях. Понятно задание? Пожалуйста, 10 минут на ролевую игру. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...